Здравствуйте! В эфире «Нефтьюганск. Пятый созыв». У нас в гостях депутат Городской Думы Ирина Сергеева. Здравствуйте, Ирина Евгеньевна. Здравствуйте. Давайте для начала поговорим о вашем микрорайоне. Этот вопрос уже стал традиционным в нашей программе, поскольку мы все-таки подводим итоги года. Вот с какими проблемами, вопросами, может быть, пожеланиями к вам обращаются жители ваших микрорайонов? Спасибо за вопрос. Хочу отметить, что я работаю не только в пятом созыве, но и в четвертом созыве. И очень показательно обращение граждан микрорайона 12-го именно в четвертом и в пятом. Есть разница. Если в четвертом созыве обращались граждане с вопросами очень серьезными, это и устройство на работу, это и жилищные проблемы, то уже в этом созыве люди стали говорить о благоустройстве своего микрорайона, об освещении, о пешеходных дорожках, о пробках, которые вот именно возле 12-го микрорайона, вот эта дорога наша главная, конечно, пробки бывают очень часто по утрам и по вечерам. Ну и так как школа находится в 12-м микрорайоне и находится прямо возле дороги, то мы обращаемся и ставим эту проблему о переходе, безопасном переходе детей, естественно, родителей с маленькими детьми. И эта проблема обозначена. Работала группа, это администрация школы, это депутаты, которые обследовали, можем сказать так, 12-й микрорайон и смотрели на те точки, которые нужно обязательно обустроить. Все это записано, все это в программе благоустройства 12-го микрорайона, все, конечно, постепенно делается. Но вот сейчас для меня важно это безопасный переход дороги в школу и освещение. Вот ко мне обращались родители, которые говорили, что особенно в зимнее время, когда возвращаются дети домой из школы, когда идут детки из детских садов, очень, ну, порой бывает проблематично дойти до дома, не попасть в ямку, не упасть и так далее. В этом году что удалось сделать? Есть какой-то перечень добрых дел? Перечень добрых дел? Ну, что я хочу сказать? Во-первых, в самой школе, вокруг школы, жители всего 12-го микрорайона прекрасно знают, что у нас открыты спортивные площадки, которыми пользуются не только ученики, но и их родители, и жители 12-го микрорайона. У нас работает баскетбольная площадка, волейбольная площадка, беговые дорожки, теннисный корт. Ни в одной микрорайоне я знаю, что теннисного корта нет. У нас есть футбольное поле. Вот там мы наблюдаем особую любовь к этому полю, потому что там встречаются и взрослые, и дети. И не пустуют наши спортивные площадки. То есть, я так считаю, что это очень большой вклад в спортивную жизнь 12-го микрорайона, открытие этих спортивных площадок. Также у нас есть полоса препятствий, особенно юноши такого возраста предармейского, как говорится, очень увлекаются, и не только ученики, но опять же приходят молодые люди и занимаются спортом. Есть и детская площадка, где приходят мамочки с маленькими детьми с удовольствием отдыхают как на территории школы, так и возле территории школы. Также открыта площадочка, которую подарил городу банк, в котором тоже никогда не бывает, чтобы не было детей. И отрадно заметить, что нашим деткам есть где отдохнуть, и нашим мамочкам. Это очень приятно. Этот год богат на открытие значимых объектов. Я имею в виду, конечно же, «Жемчужину Югры», спортзал в 4-й школе, а также площадки для занятий стрит-воркаут. Вот для вас, как для директора образовательного учреждения и как для жителя, вот какой объект представляет наибольший интерес? Я очень рада была открытию «Жемчужины Югры». Я присутствовала при этом открытии. Я, наверное, как и все, очень ждали этого. И когда мы вошли в этот прекрасный дворец, только так его можно назвать, дворец спорта, радости, наверное, и поразились масштабами. Я вот поразилась масштабами. Это такое здание, очень современное, очень красивое, очень полезное. И для города это был праздник, самый настоящий праздник. Причем принимали участие в этом празднике все. И старшее поколение, и малыши, и взрослые люди. И я считаю, что для города это теперь главное место посещения. Главное – хотеть заниматься спортом. Все для спорта в городе создано. Только теперь желать этого самим нашим молодым людям. По открытию закрытого спортивного зала в четвертой школе, хочу сказать отдельно, считаю, что для школы это огромное приобретение. И думаю, что каждая из школ мечтала бы о таком зале. Я также побывала там несколько раз, когда он строился. Мы, депутаты, выезжали на строительство этого зала. Хочу сказать, очень современно, очень нужное, полезное сооружение, которое для четвертой школы принесет огромное значение в воспитании кадетов. Но я думаю, что и для других школ такое здание будет очень важным и нужным. И вот считаю, что все дети, все ученики города должны иметь такое здание. Вот это и седьмая школа, она находится в отдалении от центра. И четырнадцатая школа была бы рада, если бы у них появился вот такой спортивный зал. Нужное, очень нужное дело. И спасибо, что на это обратили внимание и открыли, построили такой зал. Я думаю, продолжать в этом направлении обязательно городу нужно. А как у вас в школе обстоят дела именно с помещениями для занятий спорта? Про площадки снаружи мы поняли. Да, значит, у нас летнее время, весеннее, осеннее время, конечно, у нас даже уроки проходят на улице, потому что для этого созданы все буквально условия. То есть летние виды спорта в почете. И мы занимаемся по школьной программе. Очень многие дети занимаются в секциях, которые занимаются именно наши учителя физической культуры. И в самой школе, в здании школы, нам повезло, у нас такой проект. У нас два спортивных зала, большой и малый. Потом мы последнее время, так как школу открыли, мы последнее время в большом холле. У нас он не пустует просто так для красоты, он у нас работает, очень хорошо работает. У нас шесть столов теннисных. Ребята занимаются как на уроках, так и вне уроков теннисом, на переменах на больших. Это у нас прям бум. И в прошлом году проходили соревнования по теннису, по настольному теннису. И наши дети заняли первое место. То есть, казалось, вот это работа, детское увлечение, прям перешло чуть ли не в спортивное такое, в спортивные достижения. Мы очень рады. Дети не бегают просто так, не получают травмы, а очень культурно проводят свободное время. Мы считаем, что спортивная жизнь в школе у нас на высоком, высоком уровне, на почетном. И очень любимым лыжам. У нас великолепная лыжная база. На каждый класс у нас полностью, на каждый класс собраны лыжи, ботинки. Лыжи, по последнему слову техники, дорогие, очень хорошие, не ломающиеся. Есть лыжня. Есть у нас легкоатлетическая яма, очень хорошо оформленная. Легкоатлетические беговые дорожки тоже очень правильные, настоящие, с разметкой, прорезиненные, мягкие. То есть, ну, осталось только олимпийских рекордов достичь, и все будет отлично. Вы уже 6 лет руководите образовательным учреждением 9-й школы. И можно сказать, что это время перемен для системы образования. И вот каковы на данный момент ключевые тенденции в этой сфере? Во-первых, все вы знаете, что мы уже несколько лет работаем по ВГОС федеральным государственным стандартам второго поколения. То есть, начальная школа уже выпускает детей по этим новым ВГОСам. ВГОС-2, как говорится. И уже очень многие школы являются пилотными площадками. ВГОС нового поколения уже основной школы. Это накладывает особую ответственность на коллективы школ города. Мы готовы уже перейти на ВГОС второго поколения уже основной школы. Это уже обучение иного характера. Это уже не знание, умение, навыки. Это уже компетенции, с которыми ребенок, выходя из школы, может определить свою дорогу, знать свою конечную цель, к чему он стремится. Вот это может сейчас учит школа. Не только предмету 2 плюс 2, или как пишется жиршей, как мы раньше говорили, да? А это научить ребенка анализировать, понимать то, что он делает. Вот это кратко, очень кратко. А еще бы я хотела сказать, что школа очень поменялась, когда было традиционное обучение. Вы знаете, что у нас весь спектр образования представлен в нашем маленьком городе. У нас есть и лицей. У нас есть школы с углубленным изучением. У нас есть школы, пятая школа, которая профильным обучением занимается. То есть уже конкретно готовит детей под определенную специальность. Это инновационные проекты. Это федеральные площадки в наших школах. То есть я бы хотела сказать, что образование в нашем городе находится на очень высоком уровне. Вот новое уже появляется скоро. Работостроение вы на нас слышали, да? Вот в пятой школе тоже работает в этом направлении. То есть каждый выбирает ту нишу, которая привлекает учеников. Вот если говорить о нашей школе, то в этом году мы стали площадкой. Вы знаете, что год русского языка и литературы. И у нас очень большие наработки в этом направлении. Мы очень большое внимание уделяем именно преподаванию русского языка и литературы. И это как бы традиционно. Наши дети занимали места в городской олимпиаде, в окружной олимпиаде именно по русскому языку. И вот в этом году в Сургуте проходила вторая международная конференция, где мы, представители нашей школы, присутствовали. Не только присутствовали, но и выступали с докладом о роли русского языка. Я думаю, что в эту работу... У нас уже есть план работы. Мы в эту работу включаем очень многих интересующихся этой проблемой людей. Ну вот так кратко можно сказать об образовании. Но хочу сказать, что, наверное, весь город знает, потому что весь город состоит из детей, обучающихся, учащихся, родителей, которые очень хорошо работают со школами, знают, чем занимаются школы. Мы сейчас готовимся к ЕГЭ. Мы вот только недавно написали сочинение, как его называют, президентское сочинение. Потому что именно Владимир Владимирович Путин обратил внимание на то, что когда мы раньше писали сочинение, то ребенок высказывал свои мысли, понимание действительности через сочинение. И когда это немножечко ушло, мы стали видеть детей грамотных, а вот что лежит в душе, в голове, это ушло как бы на другой план. И вот я считаю, что очень хорошо, что в этом году мы вновь проверяли сочинение, как раньше, вчитывались в каждую строку, за строчкой видели ребенка, ученика, выпускника, готового выйти во взрослую жизнь. За этими строками стоит жизненная позиция, гражданская позиция. И все то, чему научились дети за 10 лет в школе. Это очень важная работа. Хотелось бы задать вопрос еще такой созвучной, ну, новой системе, да, образования. Школы же даже оборудованы иначе. У вас, например, в этом году появились турникеты. Вот как родители реагируют на такие новшества? Вы знаете, родители, конечно, вначале были немножечко обескуражены тем, что появились турникеты. Но это, вы знаете, это веяние времени. Это, я всегда считала, и не только я, наверное, все директоры считают, что самое главное для школы, вообще для государства, это безопасность наших детей. Мы все делаем для того, чтобы наши дети приходили в школу здоровыми и уходили из школы здоровыми. Вот это одно из требований нахождения в школе людей, которые учатся, принадлежат данной школе. Кроме турникетов, ну, у нас спокойно могут зайти и родители. Могут подойти, родители приходят, конечно, с документом, он подходит к охране, у нас еще и плюс охрана встречается. И с классным руководителем, с любым желанием, и с учителем, и с директором, и с заместителем директора, и с социальным педагогом. То есть работа, при том, что у нас есть турникет, работа с родителями ни в коем случае не устраняется, а наоборот, она очень активная, очень полезная, очень важная. Нам, наши родители, нам очень хорошо помогают. Сейчас широко обсуждается школьное питание. Как организован этот процесс в школе? Этому вопросу уделяется огромное внимание. Во-первых, это и безопасность, опять же, вопрос безопасности. Во-вторых, это вопрос здоровья. Вопрос воспитания. По этому вопросу работает целая группа. Это и социальный педагог, это и педагог-организатор здоровый образ жизни, это и заместитель директора по воспитательной работе. И, конечно, я, начиная свой рабочий день, с того, что иду в столовую. У нас есть бракиражная комиссия. Мы снимаем пробы, мы смотрим, чем сегодня детей будут кормить, как процесс организован. Это каждое утро. И медицинский, естественно, медицинский работник, который также следит за правильностью, за чистотой, за организацией этого процесса. А другой вопрос, как к этому относятся родители и дети. Хочу сказать, что у нас очень хороший коллектив, который работает в школе, поварский, как говорится. Они принимают все замечания. Не только принимают, но их, конечно, исправляют. У нас очень хорошие отношения выстроены. Уже много лет мы работаем в этом направлении. Дети очень любят столовую. С удовольствием ходят в столовую. Уже несколько лет традиционно проводятся дни открытых дверей. Родители приходят, смотрят, пробуют, что едят их дети. И видят, что мы кормим детей. Я считаю, очень хорошо. Вот о тех 40 рублях, о которых вы говорили, это, конечно, когда-то 40 рублей, когда-то, года три назад, конечно, они имели больше вес. И на 40 рублей тогда можно было покормить без доплаты каждого ребенка. Конечно, в этом году мы ощущаем, что требуется обязательно родительская доплата, чтобы кормление наших детей выглядело прилично. И хочу отметить, что родители нас поняли правильно. Мы провели родительские собрания, общешкольные, классные родительские собрания. И очень многие родители отозвались. Они доплачивают. И я думаю, что... И причем мы отслеживаем, мониторинг везем до платы. И видим, что с каждым месяцем таких родителей становится все больше и больше. То есть не на уменьшение, а на увеличение идет этот процесс. О чем это говорит? Нет, что родители в основном довольны питанием детей. В этом году, ну, хочу сказать, что в этом году наша школа приняла в здание школы детей, учащихся лицея. Поэтому произошло увеличение количества. Огромная нагрузка на работников в столовой. Поэтому на переменах стало больше людей. И когда мы только одни занимались, конечно, тогда возможность была больше по... Я имею в виду, чтобы горячую подать пищу. А сейчас, когда питается... Вот в первой смене у нас сейчас обучается тысячи с лишним человек. Вы представляете? За пять перемен мы должны накормить тысячу с чем-то человек. И чтобы питание было горячее, и привлекательное, и вкусное, и здоровое. Надо очень потрудиться. Не дается вам? Удается, но я благодарна. Я благодарна. И хотела бы, чтобы услышали это работники всех столовых. Потому что я знаю, как они работают. Они начинают работу свою. Пекари приходят. В пять утра. Вы представляете? И уже к восьми утра свежий хлеб, булочки готовы. Спасибо им огромное. Вам, как депутату, что бы еще хотелось сделать для развития образования? Мы и так знаем, что львиная доля бюджетных средств идет именно в эту сферу. И все-таки, что можно еще сделать? Ой, сделать можно очень много. Потому что все-таки... Хочется сказать, во-первых, Хочется сказать, что школы наши, школы-здания, современные есть, уже современные есть. По сравнению с большими городами, наши школы выглядят намного лучше, чем другие. Но все равно хотелось бы, чтобы все школы города были отремонтированы. Раз. Чтобы появилась еще одна школа. Два. Чтобы появились... Еще появились детские сады. Чтобы наконец-то наша очередь исчезла. Чтобы наши детки рождались и уже знали, что у них есть место в детском саду. Конечно, хотелось бы, чтобы наши жители шли работать в детские сады. Это большая проблема сейчас. Хотя государство уделяет этому огромное внимание в плане заработной платы. Повысилась заработная плата очень хорошо именно для воспитателей и работников детских садов. Уважаемые женщины, идите работать в детские сады. Это хорошо и для наших детей, и для вас. Конечно, хотелось, чтобы в нашем городе была хорошая питьевая холодная вода. Пока мы страдаем. Страдает образование, страдает директора, потому что мы нас постоянно за это наказывают. Хотя мы делаем для этого очень многое. Город для этого много делает. Очистные у нас есть. Прямо в каждой школе есть свои собственные очистные. Вода чистая для приготовления первых блюд. Пьем мы из питьевых фонтанчиков очищенную воду. Ну, наверное, этого недостаточно. Хотелось бы, чтобы по всем городе была чистая вода. И последний мой вопрос. Готовитесь ли вы к Новому году? И какие планы у вас на 2015-й? Мы все готовимся к Новому году. Все школы. Я вот почему-то не могу себе сказать «я». Все мы. У нас очень дружный директорский коллектив. Эта подготовка к Новому году, она для директора наверное очень-очень важная. В том плане, что опять же безопасность детей на первом месте. эта школа должна быть готова ко всему. Проведение праздничных елок. Многие наши детки со своими учителями и родителями выходят в различные организации. Там все нужно проверить в плане безопасности. Для души мы готовим конечно для ребят и спектакли, и различные конкурсы, и минуту славы. Алло, мы ищем таланты. Младшие детки их ждут другие площадки интересные. Для учителей хотелось мы вот всегда у нас традиционно или КВН новогодний или капустник. Вот в этом году мы хотим сделать капустник. То есть все наши учителя люди творческие. Кроме работы им тоже хочется проявить себя немножечко и вот в творчестве отдохнуть душой, как говорится. Ну и еще хочу сказать, что в основном наши директора сейчас заняты подготовкой к аккредитации, которая проходит буквально в канун нового года. То есть вот представляете какая нагрузка на коллективы школ, на заместителей директора, на директора. Но мы не забываем, что Новый год есть Новый год. Это праздник. Ну праздник, он вот параллельно идет с очень серьезной работой, подготовкой. Всем, конечно, я желаю встретить Новый год весело, без происшествий. Самое главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова